Honor 50 первый смартфон компании за последние несколько лет в котором официально присутствуют гугл сервисы. Стартует Honor 50 по цене от 35 тысяч рублей, это около 470 долларов. Потолочная цена топовой конфигурации как у нас с 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами постоянной памяти обойдется в 45 тысяч рублей, это около 600 долларов. Цветов на выбор 4. Изумрудный, черный, перламутровый с логотипами Honor и интересный мерцающий кристалл. Что нужно знать по корпусу, это фаблет, крупный смартфон с большим дисплеем, но о нем позже. Всегда выбирайте смартфон по удобству вам с ним еще ходить, если вы любите большие экраны либо у вас большие руки то с Honor 50 вам по пути. Сразу отмечу, что как и во многих андроидах свайп назад возможен не только от левой, но и от правой части экрана. Так управлять большим смартфоном в совокупности с управлением жестами в разы удобнее чем на тех же iPhone Pro Max где нужно тянуться к левой грани. Отдельно хочу упомянуть вес, смартфон для своих габаритов легкий 175 грамм, обычно одноклассники фаблеты уходят далеко за 200. Корпус имеет пластиковую рамку, которую визуально сложно отличить от металла. И стекло на тыльной части, сборка отличная, без люфтов и скрипов. Единственное, без чехла корпус очень скользкий, выронить его проще простого, верхний и нижний торец рамки симпатичные матовые, по крайней мере в данной черной модели, а вот боковые торцы рамки они глянцевые, ровно как и тыльная стеклянная часть. Собирает отпечатки она легко, убираются они так же просто, а вот защиты от воды и пыли нет. Кнопка питания лежит под пальцем, а вот клавишей регулировки громкости хотелось бы пониже. Но так как фишка некоторых брендов вроде Honor располагать их на одной стороне, то в принципе ок, потому что если расположить кнопку питания ниже, то нажимать ее будет уже неудобно, а она главная. Дизайн блока камер не оставляет равнодушным никого, кому-то нравится, кому-то нет. Разве что пыль быстро забивается в кромке и ее тяжело оттереть. Но этим страдают камеры многих смартфонов. Скучая по тем временам, когда модули камер были вровень с уровнем корпуса, но и фото и видео возможности были куда более скудными. Вибромоторчик здесь классический, топорный, мощный, ощутимый, но не многоступенчатый. Разговорный динамик классический, не под экраны. Во время разговора звучит хорошо. Жаль что они задействуются в общей стереопаре при воспроизведении мультимедиа или в играх. Основной динамик и по громкости хороший, и по качеству тоже неплохой, но из-за того что разговорный динамик вместе с ним не работает, то тиховато. Тот же YouTube я например слушаю на максимальной громкости. В общем оцените сами. 3,5 мм аудиоджека на корпусе нет, переходник на USB-C не положили. Это общая тенденция, но при этом здесь есть поддержка Bluetooth 5.2, а также кодеков не только AAC и SBC, но и более высокого качества LDAC, aptX и aptX HD. Главное имеет соответствующие беспроводные наушники. Слот имеет место под две сим-карты, расширить память за счет флешек нельзя. По приему сигнала проблем не замечал, здесь есть поддержка сетей пятого поколения, но нет eSIM, а эта технология уже довольно развита даже в наших странах. На борту есть Wi-Fi 6, лучше чем Wi-Fi 5, но и не путать с Wi-Fi 6E, так же есть NFC модуль на борту для бесконтактной оплаты. Honor 50 имеет почти 6,6 дюймовую OLED матрицу с частотой обновления 120 Гц и стопроцентным цветовым охватом DCI-P3. Первое что я рекомендую сделать пройти в настройки дисплея и в разделе цветовой режим и температура выставить обычные цвета, а в разделе скорость обновления экрана перейти с динамического обновления на принудительные настройки 120 Гц. Первая настройка позволит получить естественную цветопередачу, а вторая 120 Гц обновления экрана во многих сторонних программах и играх. Если поставить динамически обновляемую частоту, да, вы сэкономите заряд аккумулятора, но во многих сторонних приложениях будет частота обновления экрана 60 Гц, поставив принудительную настройку 120 Гц. Не во всех программах, но во многих которые оптимизированы разработчиками. Частота опроса сенсора здесь 300 Гц, а это значит что в играх вы получите лучший отклик. В целом дисплей мне понравился и плотность пикселей хорошая пост 400 точек на дюйм и яркость отличная около 750 нит и есть функция Always On Display. Функции DC Dimming в текущей версии нет, но судя по тем тестам в сети которые я видел с шимом проблемы отсутствуют. Так что люди чувствительные к лет матрицам страдать не будут. Стекло изогнуто по бокам и визуально это выглядит очень красиво. Сложными нажатиями я не сталкивался, но на светлых изображениях в месте сгиба цвета инвертируются как и у всех экранов водопадов и именно поэтому я предпочитаю плоские матрицы. И в целом при наклоне дисплея особенно заметно на светлых изображениях вся поверхность немного но инвертирует цвета. Из коробки наклеена защитная пленка это здорово, но она мягкая и палец по ней скользит не очень, а вот родная олеофобка просто супер. Единственное царапается она легко. Разблокировать смартфон можно через фронтальную камеру. Этот способ срабатывает быстро, но он не очень надежен и сам производитель вас об этом предупреждает когда вы впервые настраиваете функцию и в плохих условиях освещения это работать не будет. Все таки здесь задействуется обычно фронтальная камера, а не ик сенсор с обвязкой датчиков. Второй способ подэкранный оптический сенсор. Не самый быстрый, но и ошибается не часто. С ковидом самое то. По производительности, на борту стоит среднесегментный Snapdragon 778G с графикой Adreno 642L, а также 8 гигабайтами оперативной памяти стандарта LP DDR4X. Тяжелый проект Genshin Impact на максимально возможных настройках графики идет в среднем с 40 фпс. И это отличный результат для этого чипа. Просадок ниже 30 кадров я не встречал, на высоких настройках уже в районе 55 кадров. Конкретно в этой игре при длительном гейминге дисплей становится горячим и играть не сильно комфортным. В других играх такого не замечал. Яркость если и режется, то только в такого рода тяжелых проектах. Call of Duty Mobile на максимально возможных настройках графики которые только есть, это высокая графика, максимальная частота кадров, тени, сглаживание и прицел я получил стабильные 60 фпс без просадок. Единственное, заявленные 300 герц опроса сенсора я так и не почувствовал. Сенсор не настолько отзывчив, как хотелось бы для таких динамичных игр. Видимо разработчики еще не завезли поддержку данного устройства. Honor работает в этом направлении, всячески стимулируя разработчиков. PUBG Mobile идет отлично на максимально возможных настройках для этого смартфона, со стабильными 40 кадрами, что вполне играбельно. Разве что монозвук расстраивает. Нужно подключать наушники, потому как в противном случае позиционировать оппонентов можно будет только по карте. Honor 50 работает под управлением Android 11 с оболочкой Magic UI 4.2. Операционка плавная, шустрая и стабильная. О самом главном мы поговорили в начале. Google сервисы есть. По автономности здесь установлен аккумулятор на 4300 мАч. При этом смартфон живет одни полноценные сутки с включенными принудительными 120 Гц обновления экрана и функцией Always On Display. В среднем я получал около 7 часов работы экрана. Это отличный показатель. Жаль, что нет беспроводной зарядки. В комплекте имеется адаптер с быстрой зарядкой SuperCharge на 66 Ватт. С 2% это такой показатель при котором смартфон отрубается. Смартфон зарядился за полчаса до 84% и это очень быстро, а на полную зарядку уходит всего 50 минут. Переходим к камерам. Фронталка в виде выреза. Кому что-то не нравится ее можно скрыть в других настройках экрана. Сравнить качество записываемого видеоролика мы будем с Xiaomi 11T Pro. Сенсор Honor 50 на 32 Мп. Записывать можно как с полного угла, так и с небольшого кропа, если нажать кнопочку 1X. Запись видео ведется в Full HD. 30 или 60 кадров на выбор 4К недоступно. Любители пофотографировать себя от Honor будут в восторге. Цветопередача отличная. У Xiaomi мое лицо получило земляной оттенок. Детали у Honor на лице есть. Пусть и чуть меньше чем у оппонента. Но при этом нет агрессивного контраста. Из-за которого лицо выглядит как будто я сто лет не ходил к косметологу. Также хочу отметить очень аккуратную границу программного боке в режиме портрет. Она выглядит естественно и равномерно по всему контуру. А не левитирует в некоторых местах как у Xiaomi. Апертура у фронталки 2.2 что вполне себе неплохо. Оценить качество записи видео можете сами. Звук также записывается на встроенные микрофоны. Это в ультраширокоугольном режиме. И еще можно включить небольшой программный crop 1x. В обычном режиме фронталка снимает лучше чем у Xiaomi. А если включить ночной режим на длинной выдержке. То появляется еще и куча деталей. При этом небо остается естественным. А в тенях шумов меньше. На контровом лучше не снимать ни на один смартфон. Фронтальная камера по части фото я удовлетворен более чем на 100%. Что в дневных что в ночных условиях качество изображения стабильно отличное. По части видео в движении я бы не снимал видеоролики. Ввиду того что начинается двоение картинки из-за отсутствия оптической стабилизации. Работает только программно. Если стоять на месте то в принципе картинка неплохая. Ну и не хватает 4К видеозаписи. Блок камер имеет целую россыпь сенсоров. Давайте разбираться. Основной модуль на 108 мегапикселей занимает всю верхнюю окружность. Апертура здесь 1.9. Сенсор может записывать видео как в 4К 30 кадров или в Full HD 30 или 60 кадров. В 4К 60 кадров видеозапись недоступна. Также имеется фазовый автофокус. А вот оптической стабилизации нет. Есть только программная. Вы можете сейчас оценить как она работает. Зима пришла. По фотографии. Сразу учтите что мы сравниваем Honor со смартфоном который стоит на 250 долларов дороже. В целом снимки очень схожи. Зачастую в тенях Honor 50 дает больше информации. Но при этом там может быть шум. Чтобы получить детали зачастую камера требует выдержку от 1 до 3 секунд для стабилизации картинки. Если не подождать иногда случаются смазы. На некоторых снимках при увеличении Xiaomi может дать чуть больше деталей. Ну и чуть-чуть по балансу белого Xiaomi лучше. А так качество снимков достойно на обоих смартфонах. Есть режим 108 мегапикселей при котором картинка снимается с полного сенсора. В определенных условиях вы получите чуть лучшее качество изображения. Чуть больше деталей. Но при этом снимки весят значительно больше. Я плакаты не печатаю. Тема вообще нишевая. Вот чего не хватает не останавливая видеозаписи переключить на ультраширик. Для того чтобы захватить больше пространства. Ночью рекомендую делать снимки с ночного режима на длинной выдержке. В таком случае они не уступают Xiaomi. А иногда даже и дают больше деталей. И меньше шума. Правда учтите что движущиеся объекты в таком режиме не заснимешь. Xiaomi автоматически выбирает нужно ли делать длинную выдержку или нет. И просто делать фотографии быстрее. То есть нужно меньше стоять неподвижно. Максимум пару секунд. С Honor иногда нужно постоять до 5 секунд. Фотографии на основной модуль достойные. Правда с особенностью. Связанная с длинной выдержкой когда вы будете фотографировать ночью. Видео нужно снимать когда вы находитесь неподвижно. Ну и хотелось бы 60 кадров при 4К во время видеозаписи. Зато здесь есть функция мультивидео. Она позволяет записывать изображения одновременно с нескольких основных. Либо с основной и фронтальной камеры. Имеется несколько режимов. Первый это съемка на фронтальную и основную камеру. В основной камере можно выбирать увеличение в 2 и 5 крат. Разумеется цифрового зума. И еще имеется одновременная запись с двух объективов камеры. Например с ультраширокоугольного и основного модуля камеры. Выбирая различные виды увеличения. Или например режим картинка в картинке. Где миниатюру в которой записывается информация с фронтальной камеры. Можно перемещать по всему экрану. Во время записи видеоролика без постановки на паузу. Либо же выключения записи. Можно переключаться между режимами. А еще во время записи можно ускорять. Либо замедлять видео. В режиме мультивидео. Запись роликов осуществляется в максимальном разрешении. Full HD с частотой 30 кадров в секунду. Ультраширик. Верхний сенсор нижней окружности. Записывать на ультраширокоугольную линзу видео нельзя будет до тех пор, пока вы не зайдете в настройки и не деактивируете 4К разрешение. То есть в Full HD разрешении можно снимать при 30 кадрах в секунду. На мой взгляд ультраширик у Honor слаб. Лишь один из пяти снимков получается более-менее неплохим, если не удерживать камеру на одном месте какое-то время. В среднем 1-3 секунды, пока отработают алгоритмы. Смартфон часто ошибается по балансу белого. Детализация невысокая, много смаза и шумов. 8 мегапиксельный сенсор имеет светосилу 2.2. В целом, ожидать чего-либо от ультраширика в камерах любых смартфонов в ночных условиях не стоит. Ночного режима в ультраширике нет, поэтому ночью фотографировать не рекомендую. Ультраширик получился слабеньким, что по фото, что по видеочасти. Хотя, когда вы будете находиться в движении и записывать видео, именно на ультраширик картинка не двоится. Вообще, ультраширик, особенно в ночных условиях, это такая больная тема для немалого количества смартфонов. Телевика тут нет, есть только программный крок. Справа находится макрокамера. Режим супермакро располагается на вкладке еще. Сенсор имеет очень маленькое разрешение в 2 мегапикселя и позволяет получать картинку с фокусным расстоянием около 4 см. Качество не топ, но чисто технический снимок сделать получится. Слева находится сенсор глубины для режима портрет, а снизу вспышка. Honor 50, как и любые другие смартфоны, имеет как свои достоинства, так и недостатки. А в целом, благодаря возвращению Google сервисов, за брендом Honor стало вновь интересно следить. Реальных владельцев смартфонов попрошу отписаться в комментариях к этому видеоролику. Там же хочу увидеть ваши мысли по этому поводу. На этом все, с вами был Вадим Ищенко на YouTube канале ProTech. До скорых встреч, увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok